друзья всем огромный привет сегодня у нас рубрика листаем журналы сразу прошу прощения за то что я так долго не появляюсь есть на то причины одна из причин это вот кусочек из чего могу вам показать собачуля вот вы наверняка видели уже у меня ее в инстаграме собачули есть отдельный аккаунт и может быть она даже будет какие-то звуки издавать вот причин много переезд собака и самое главное пропало какое-то вдохновение но тем не менее журнал я не перестала покупать пряжи я не перестала покупать ну и соответственно хочется вам продемонстрировать этот журнал тут есть довольно таки интересные модели я посмотрелся в один раз поэтому все вместе будем с вами его обсуждать еще лирическое отступление все свои вязаные изделия которые я связала за этот период с которым с вами не виделись они о них я расскажу наверняка скоро как буду готова сейчас я почему-то у меня нет никакого какого-то духа наверное после переезда пока не знаю где сосредоточить камеру поставить вот и очень много проблем связанных с переездом но это даже не проблемы а хлопоты которые в общем-то решаемы но это на это все нужно время поэтому пока что меня нет на ютюбе пока что нет роликов но я надеюсь возобновить свой затуший контент но опять же повторюсь я не перестаю покупать журналы журналы и люблю особенно лэнг на этот раз мы будем с вами смотреть номер 269 коллекциям вот ну и давайте начнем на обложках мы видим с вами такой интересный интересную тарсию хотя нет это не все это просто два свитера связаны у одного связана спинка одним цветом друг другого цвета полочь ой полочка перед и у этого наоборот либо они как говорится поменяли его местами и таким образом нет наверно всякие два свитера хотя все может быть если у них нет здесь на спинке ростка то могли они в общем-то свитер перевернуть и надеть его на обратную сторону но это мы проверим посмотрим значит тут скорее всего много новой пряжи лэнг нам презентует поэтому давайте смотреть итак я села поудобней подложила подушку под журнал чтобы он нам не отсвечивал было удобнее листать и так здесь мы видим монохром очень симпатичный монохром это наверно новая пряжа которая нам предоставляется здесь написано трех языках читать мы с вами это не будем и смотрите что здесь у нас здесь у нас два свитера на мужчине из твида что-то обычно в общем-то его особо не видно он как-то и здесь не особо показан да и соответственно здесь закрыт я думаю что они абсолютно одинаковые потому что здесь в общем-то одна модель написано модель гордон то есть это наверно не модель а это название пряжи мы с вами сейчас все проверим и так здесь обычные такие вот колоски горловина закрыта как вы видите не закрыта а обработана абсолютно просто никаких нет здесь китель овак ничего в общем то что могло бы улучшить этот свитер на мой взгляд нету и закрытия соответствующие конечно мы с вами умеем делать лучше здесь что что тут особенного ничего рис обычная резинка и давайте посмотрим как обычно в конце у нас что такое гордон из чего это в общем то это гордон у нас состоит из шерсти обычную суфе суперфайн меринос и кашемира и на 190 метров 50 грамм номер четверочка спицами рекомендуют вязать вот так выглядит примерно ниткам надеюсь вам видно хорошо вот ну ты давай такой немножко вкрапление ну что ж пока что ничего особенного правда так здесь у нас идет свитер который мне очень и очень сильно напоминает наволочку вот честное слово недавно я вязалась похожей пряжи свитер от вали суходол это у нас донигал и махер люкс здесь две пряжи ну что такое донигал вы знаете да мохер люкс тоже я надеюсь всем почта просто обычный мохер премиум класса наверное и опять же очень очень все просто посмотрите просто какой лук да у девушки свитер огромный оверсайз и за счет этого он смотрится очень сильно и классно потому что если его сделать такого жену в обтяжку это будет совсем по-другому вот я вас уверяют абсолютно абсолютная наволочка которую мы кто знает тот поймет о чем я говорю и так здесь у нас что это такое это какая-то какой-то кардиган но очень странный походу он сделано как будто бы это что-то типа кардигана похожий на крой похожий на хейвард и пончо не поль что-то вот короче непонятное то есть с виду он как будто бы оверсайзный но здесь вот пуговицы как-то натянута сомнительная вещь я бы просто делала оверсайзный может быть даже вот такого типа если бы хотел делать кардиган дело будут кардиган давайте посмотрим что такое что такое за пряжа у нас крис потому как очень интересно значит у нас тут очень много интересной пряжи конечно есть грейс надо поставить закладочку значит это шерсть мельнос экстра файн полиамид и ластан вот таким образом выглядит нить она немножко меланжевая толстая 90 метров 50 грамм номер 7 семерочкой надо вязать ну вот что-то такое да далее у нас с вами пончо вяжется поперек опять же из этой нити ну модель не знаю мне кажется она не под верхнюю одежду это таким образом и есть верхняя одежда с горловиной высоким воротником да ничего не могу сказать по этому поводу если в офис наверное это будет прикольно достаточно широкая оверсайзная под такие брючки наверное скинни у него да неплохо ботинки прикольно мне нравится наверное там мартинса не знаю я не спец в целом образ хороший тоже надо смотреть как вязать это пончо смотреть как какой у вас стиль тоже это наверное не подо все подходит но в целом целом такая вот неоднозначная вещь конечно я говорю вот этот образ мне очень нравится но как надо подумать над своим гардеробом далее есть вот такого плана кофта или что это такое я что-то не пойму такой а силуэт наверное давайте все таки посмотрим ее ее схему графический рисунок потому как я чё-то не допонимаю маленько 45 нет вот он 5 такая кофта вроде бы обычную у нее крой нет немножко все-таки а силуэт и за счет того что это меланж и толстая пряжа скорее всего это какой-то тоже надо посмотреть какой-то рисунок изнаночная гладь похоже но что-то меня что-то мне кажется что нет хотя нет не знаю мне не нравится что грудь делает плоской я думаю что все таки грудь какая-то но есть у девушки но здесь ее совсем не видно ладно не будем останавливаться давайте посмотрим на более интересные модели здесь такой большой рисунок большая фотография и здесь уже фотография идет более детальным таким может детально можно рассмотреть это свитер связанный патч-воком насколько я понимаю разными рисунками разной пряжей думаю что пряжа все-таки одна но разные рисунки цвет я вязала из такой пряжи только немало немало light а просто малу она для меня была очень такая знаете ее нужно было вязать плотно несмотря на то что она такая пушистая и воздушная потому что вот она плыла на самом деле и она такая похожа наверное мне кажется на sky ой нет не на sky на air от drops если вот проводить аналоги и так здесь у нас вяжутся такие косы косы-косы-косы полоски тоже нужно посмотреть мне очень кстати интересно как вяжется эта штуковина потому что такая тоже прикольная вещь вяжется ли она кусками она вяжется сначала вяжется этот часть а наверное да потом bc в общем короче надо разобраться я на самом деле не совсем понимаю как это вяжется скорее всего вяжется сначала набирается вот эта часть потом отсюда вяжутся вот эти вот части хотя бы не должна бы вязаться в общем кто понимает кто вязал уже пачоке они до них дойдет это быстрее чем на меня вот особенно в момент когда я все это рассказываю нужно еще соображать значит вы поняли да мне нравится сочетание пряжи очень симпатичные серый и такой более коралловый цвет мне кажется не розовый но очень красиво здесь идут имитация шва такого не совсем красивого да ну имеется ввиду что это специально сделан такой шов но это значит у нас идет из другой пряжи это пряжа хотел сказать однотонная имею ввиду что это такой секционная пряжа но связано из одной пряжи не из двух каких-то цветов или трех это вот мне не особо нравится как сидит вот здесь но это уже второй вопрос сама задумка интересная вот имейте ввиду может быть сочетание вам понравится и вы возьмете себе на заметку и давайте все-таки посмотрим из чего состоит это мало это альпака baby альпака 72 процента 16 процентов полиамид и 12 шерсть в 190 метрах 50 граммов четыре с половиной пять вот честно я на четыре с половиной пять бы не вязала вот из-за того что она пушистая наверное они думают что она должна как-то пойти этот пух должен как-то себя чувствовать не стесненно да но все-таки я повязала это все не меньше не больше четверки хотя бы попробовать на четверки потому что ну вот так вот давайте перейдем следующий модели итак это у нас такое оля платье так а нет это кардиган давайте вот здесь посмотрим это кардиган в принципе симпатичный мне нравится такой типа оля платье состоит тоже тут энтарсия состоит он из нескольких цветов и тоже надо разбираться связаны ли эти части отдельно или это все-таки энтарсия не скорее всего энтарсия да я тут шва не вижу но я повторюсь нужно разбираться смотрите как интересно они добавили вот тот цвет секционной пряжи черный серый этот же коралловый и рукав в полоску тоже очень интересно мне нравится и посмотрите какое сочетание обуви вот все это конечно дизайнеры прикольно придумали все это как-то смотрится очень гармонично вот видите где уместны типа леггинсы или агине вот здесь очень хорошо смотрится мне нравится далее идет вот такой укороченный кардиган широкий не понимаю его функциональности честно говоря на мне такие кардиганы слетают ну блин откровенно вот просто спадают с плеч не знаю короткий видите топ так круп топ нет опыта когда без рукавом кардиган такой кроп связаны из альпаки суперлайт тоже очень симпатично подобраны цвета такой розовый с не таким сиреневым грязным сиреневым белым очень прикольно соответственно и юбочка тут такая ну что тут связано связано резинкой до простой абсолютно никаких не надо ни планок не пуговиц все вяжется здесь можно просто его сделать обычным таким кроп свитером и будет тоже неплохо далее две девочки у нас кстати модели поменялись нет моей прекрасной азиатки которые мне нравятся здесь вот такие жилеты я на самом деле такие жилеты не люблю мне нравятся жилеты с таким вырезом v-образным то ли это не совсем мне нравится как выглядит выглядят образы да вот может быть под какие-то другие вот под футболки может было бы неплохо но это все вкусовщина конечно это что-то очень тонкая липака суперлайт опять же таки петли получаются не совсем ровные да но и за счет этого видите выглядит как не очень аккуратно как будто бы здесь что-то они делали похоже на кетлевку но тоже могли бы доработать но вот видите как интересно смотрятся контрастные горловины здесь мне кажется здесь не такая глубокая горловина здесь поглубже и абсолютно мне кажется папа прямой вяжется это все дело ну может быть там небольшие скосы для пром есть вот вот такая вот красота дальше у нас идет интересный свитер который почему-то связан с косами в районе талии и доходит до доходит до получается практически до сосков наверное но если рассчитывать что грудь у женщины где-то в этом районе хотя здесь наверное вот грудь то есть она даже под грудь не заходит ну короче что-то мне не очень нравится хотя в целом свитер наверное неплохой может быть я подумала бы эти косы не делать здесь в рука на рукавах мне нравится что она здесь есть этим косички либо уже делать его весь сплошным такими косами короче не знаю мне не очень нравится что она заканчивается вот здесь под грудью на фотографии видно очень сильно вот это блямбочка которая скорее всего или узелок или что-то я не знаю а потом смотрите какой какая горловина опять же здесь был наверное начало или конец они видите какая ступенька очень сильно видно мне не нравится как закрыта короче вопросы есть да к вязанию но и к самому самой модели тоже вот непонятно что вы думаете что вот сюда как как вот это можно обыграть но это же не должно быть здесь как-то вот под грудью заканчивается даже мы не знаем где тут грудь мы так думаем что она там дальше идет а и давайте посмотрим это у нас кашемир light это понятное дело что что-то кашемировая нет это кашемир премиум это кашемир light 88 аж процента кашемира 12 полиамида 85 метров в 25 граммах на толстых спицах 5,5-6 еще давайте посмотрим альпака суперлайт она из чего сделана альпака полиамид и шерсть вот это то 5 граммах 199 метров очень хороший такой метраж три с половиной четыре спицы на следующей странице мы с вами видим вот такой кардиган мне он нравится он уже немножко удлиненный очень хотелось бы посмотреть как когда она стоит как он выглядит но в целом мне нравится здесь имитация такого как бы шва ну сделали бы уже тогда и здесь не знаю планка не пойму я узелковый что ли или что это вот какая-то планка интересная декоративная может быть это эффект от этой пряжи опять же тут как-то вот не совпало может быть так надо не знаю вот такое вот видите кардиган очень просто я думаю что каждая любая из нас может его связать здесь опять же такая неоднозначная для меня лично вещь потому что вот она выглядит так уж для меня уж лучше тогда жилет здесь я кстати не заметила что это продолжение такого топа такой кофты и что это вообще футболка тоже я вот не пойму вот этот шов который здесь а это да 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 это не шо вы давите на поперек вяжется насколько понимаю дать посмотрим 12 что же у нас на 12 схема потому что очень иногда бывает любопытно взглянуть на схему да она вяжется вот таким вот образом и поэтому соединять поэтому вот это вот шов давить соединяется здесь или что я что-то не то говорю в общем ребята что-то я туплю по ходу дела двенадцатый номер смотрим еще раз нет но шов у нас идет по бокам нет и по бокам а ну да все правильно это же рукава вот это вот вот это вот рукава у нас вот это вот идет нет не понимаю а все нашло вяжем мы от рукавов сюда идем и потом уже продолжаем вязать вот эту вот красную бордовую точнее вставку все понятно господи тут же стрелочки для освободренных то есть вот но почему тут шов непонятно если вяжется от сих вот но опять же мне не очень нравится вот эта вот история с таким рукавом либо и либо это может быть побольше бы я бы сделала ширину и из какой-нибудь хлопка скорее всего тогда возможно и для меня была бы носибельная вещь но для кого-то здесь посмотрите здесь двойной ролик симпатично горловину в общем-то мне нравится как обработали потому что тут как бы такое вот дизайнерское такое решение два ролика два цвета вот так следующая модель это вот у нас мохер люкс наверное в две нити свитера как свитер тоже не могу вам ничего сказать резинкой что ли он связан или патентной резинкой обработана горловинка тут наверное идет рулик туда до изнаночными петлями которые заворачиваются в ту сторону тоже здесь бы я бы наверное какую-то кетлевочку сделала может быть это она есть непонятно цвет тоже интересная кстати стала обращать внимание на такие цвета несмотря на то что вот оранжевый как-то мне не очень нравился но этот он коралловым на видео достаточно яркий а так он приглушенный дальше идет вот такой вот кардиган с вот таким узором патентная резинка может обычная резинка с изнаночной такой шахматная такая обычный кардиган симпатичный можно связать не знаю если там у него пуговицы ну скорее всего нет то что обычная планка достаточно широкий рукава длинные все прекрасно можно вязать здесь вот такая коктейка топ-топ кроп свитер связан с кашемир light мы с вами уже смотрели что это за пряжа 88 процентов кашемира полосками интересно мне нравится я бы просто для него на раздела бы себе такую разлетайку но опять же в принципе возможно что очень хорошо бы смотрелась кропом вот смотря под какой наряд вот супер мне нравится очень классно здесь рукава опущен короткий точнее потому что наверное она все сползло на нее потому что здесь видите он достаточно длинный вот симпатичном таки ботинки купить очень они мне нравятся здесь у нас идет паренечек с вот таким свитерком ага нет вот он вот он это кардиган ну не знаю что-то с горловиной я бы сделала какая-то накутин куценькая знаете вот может быть чуть-чуть бы выше я бы сделала бы показываю вам на телефоне чуть-чуть бы выше бы вот так сделала бы мне кажется не знаю и чуть-чуть может быть я сделала бы его короче мне не нравится что заканчивается у него тут вот на самом конце так скажем да но сам сама задумка классического такого кардигана с видовым таким эффектом да кстати это вот кашемир премиум это наверное вот такая шапчуля вот она обычная черная резинкой плохо наверное передает камера ну вот так видите короткая такая короче на здесь пряжа у нас гордон мы с того что это фамилия мы с вами давайте посмотрим что состав у нас в гордоне это гордон сейчас на виду да что ж такое вот меринос и кашемир 190 на 50 метров у как не просто стала снимать ребятам и спина уже и рука заболела затекла и так мы переходим на следующую страницу здесь у нас снежный кристалл и чтобы это значило давайте проверим симпатичное сочетание цветов обратите внимание переворачиваем и мы видим что свитер своеобразной горловины у мужчины нормальный мне нравится сочетание цветов я бы такое мужу принципе связала бы и скорее всего бы он носил пряжа это карина карина мы еще с вами ее не видели карина это у нас альпака полиамид 150 на 50 грамм пять с половиной пять вот такой пушистый наверное это все таки пряжа секцион и потому что тут модели я вижу все такие вот полосатенькие дальше суре альпака у нас тут и такой же свитер как у мужчины мне кажется только женский и в резинкой такой достаточно широкий не в аптегон широкие длинные рукава ничего сказать не могу это такая пряжа на видите какая как будто бы тоже уже ношеная переношенная соответственно здесь и убавки как-то видно но в общем это уже вопрос другой но в общем симпатичный цвет суре альпака господи давайте смотреть что же уж суре альпака это у нас ну что альпака суре 100 граммах в 100 метрах точнее 25 граммов четыре с половиной пять давайте сразу посмотрим что на мохер люк слэйм мы еще такое не видели да а он с люрексом это вот будет который мохер шелк полиэстер 175 по 25 грамм это он у нас будет а просто мохер люкс у нас тоже шелк и мохер 175 метров на 25 граммов а вот это заодно чтобы мы так 10 раз с вами не смотрели суре альпака вот у нас такой свитер из из двумя цветами синий на одном рукаве и соответственно все остальное таким вот коралловым цветом вот не люблю я эффект когда пряжу как будто же знаете и и связали распусть постирали поносили распустили перевязали что-то вот я такой эффект не очень люблю но блин он наверное сейчас как бы в моде будет не знаю не этот свитер просто самый обычный буду ли его вязать скорее скорее всего нет но вот этот но вот этот я тоже надо вязать просто обратила на него внимание что мне тоже опять же нравится сочетание цветов синяя спинка и коралловый такой перед с косами не знаю как он сидит на ней потому что видите она повернулась почему так нам боком хотя мы хотим рассмотреть давайте все-таки посмотрим 21 что же это за схема потому что ну это обычно оверсайз видите такой обычный квадратный оверсайз хорошо вам давайте идем дальше суре альпака это вот такой тоже свитер но здесь уже мне нравится более-менее как выглядит полотно цвет очень удачный он такой знаете синий и бирюзовый и непонятный все таки я хочу посмотреть здесь тоже обычный простой оверсайз квадратом или что-то может быть поинтереснее но нет же нет же зачем придумывать что-то когда уже все и так носится прекрасно ну вы поняли да здесь обычный квадрат обычный свитер обычные рукава далее идет вот такой вот кардиган ну не знаю я такой не вязала бы себе посмотрите как сделан карман он связан поперек точнее он связан обычной резинкой но пришит как бы поперек то есть обычным привыкли карманы до сверху у нас вход а здесь видите сбоку такое вот дизайнерское решение туфли конечно тоже очень симпатичные вот и капюшон капюшон виде это понимает оля хомут оля капюшон ну хоть большой знаете такой можно укутаться ничего не могу сказать просто простой обычный кардиган далее жилет который мне понравился больше чем те которые я вам уже показывала вот он выглядит таким образом но тут скорее всего еще пряжа сыграла роль мне нравится тоже сочетание симпатичное такое но для меня он длинный вот хотелось бы укоротить но это уже да тоже я сама сессия решу вот здесь уже он более-менее уместный мне кажется симпатично там в общем то тоже все было в порядке это я что-то это у нас мохер люкс мохер люкс колор мохер люкс колор и колор и так понимают милан не было сейчас секцион когда вот она это свитер у нас идет девушка прикрыла горловину ну вот как понять что не там v-образный вырез круглый вырез ну в общем вот такая я так думаю что это широкий свитер с такими узенькими рукавами удлиненными в общем симпатичное решение имейте ввиду можно остатки пряжи пустить на вот рукава а вдруг вам вот не хватило например да симпатично симпатичная дальше идет вот этот симпатичный кардиган опять же здесь очень хорошее сочетание цветов мне нравится интересные такие вот решения и поперечные такие полоски такие продольные как бы вставки с резинки интересные но наверное не на вся категория они будут хороши но в принципе так в целом смотрится неплохо еще не интересно он достаточно широкий или нет вот кофта которая мне понравилась больше всего это вот это вот кофта она связана из пряжи карина мы с вами смотрели я уже не помню давайте еще раз посмотрю опять же это похоже на наволочку это немножко укороченный свитер но тут скорее всего больше всего мне понравился понравилось сочетание цветов ну в общем то и рисунок неплохой и я вот может быть что-то подобное бы себе связала а вот из такой плотненькой не плотненько смысле теплой пряжи давайте посмотрим что у нас такое карина мы с вами смотрели да карина это у нас альпака полиамид да так интересно кажется как будто поля эйр такой знаете но это наверное в две нити это понимаю карина интересно вот дальше у нас kit color идет вот такая летучая мышь мне не нравится такой вязать вряд ли буду не будем на этом останавливаться долго это обычная вот даже без без обработки горловины связаны это из этой же пряжи но уже поинтереснее свитер секционку такую в таких свитерах я не люблю но она такая миленькая симпатичная секционка kit color но наверное то что-то мастер какой-то сейчас посмотрим kit color где-то где-то kit color а ну да ну да вот он да мохер супер кит и шелк 230 метров на 25 граммов далее мохер фэнси видите какой из люрикс это пайетки а может быть даже и люрикс сейчас посмотрим вот такой мини кардиганчик боли рошечка такая такая вот не знаю кому то может быть было бы интересно такой связать я думаю тут грамм наверно сто сто пятьдесят дальше из этой же пряжи всем уже наверное приевшиеся листочки но тут листочки как бы смотрят вниз таким скромненькие грустненькие листочки не знаю может быть чтобы как-то эту модель усовершенствовать я бы сделала другие рукава может быть даже пошире без этой резинки вот посмотреть как она смотрится так она у меня вызывает такие смутные сомнения потому что она болит как это не бабская знаете такая уже под стариночку такая так а мы смотрим что махер фэнси давайте посмотрим что же махера фэнси и махер фэнси это у нас мохер супер кит 38 процентов шерсть в 35 шелк 18 5 полиэстер и 5 полиамида вот такая вот пряжица а вот здесь то и люрекс и поетушки есть ну в общем красота это еще не все дорогие друзья вот у нас есть оригинальный не побоюсь этого слова свитерок не знаю мне он не очень нравится горловина наверное оригинальная но не совсем моя вот в общем кому может быть есть и нравится пожалуйста 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 вяжите пряжа очень такая тоже симпатичная какая-то меланжевый что ли называется грейса мы сейчас посмотрим давайте посмотрим на еще на эту модель это уже более интересная модель с этой же пряжи нравится мне этот рисунок кстати симпатичный вот можно такой связать но он ведь и на завязочках на завязочках а это уже теряет в ней какую-то уникальность дайте этого такого кардигана симпатичного в общем давайте посмотрим что такое у нас грейс и в общем то у нас скоро закончится журнал а нет не скоро долго мы с вами до запрягаем шелк и кашеми да это же просто прелестная пряжа а 120 метров в 25 граммах и на четверочке это все красота это вяжется а давайте посмотрим вот таким образом это у нас цепочка шнурок шнурок точнее шнурок такой вот ну да ну вот это вот конечно поинтереснее модель чем чем вот это дальше с мохера люкса лэйм мы с вами видим вот такой пушистый мини кардиганчик здесь делается акцент на рукавах никакой планки нет горловина обычно ничего особенного вот этот уже из альпаки суперлайт конечно уже поинтереснее кардиган он наверное очень просто вяжется но за счет того что здесь много полотна и такой воздушный широкий он конечно выглядит супер вообще абсолютно наверное просто давайте посмотрим просто сколько на него надо пряжи ну конкретно этой да но мы с вами будем исходить из того что у нас есть что мы можем заменить 35 34 и 35 значит а у нас 200 250 граммов надо то есть 8 10 мотков ну как на обычный полноценный свитер я как я посмотрю альпака суперлайт давайте еще раз с вами посмотрим на его метраж метраж ой смотрите 199 метров 25 грамм то есть 10 мотков это да это у нас получается 250 этих граммов да ну это как на свитер но у вас зато будет огромный кардиган смотрите кого классный опять же вы можете его заменить на какую-нибудь другую альпаку или мохер это будет вообще воздушно симпатичный можете добавить какую-то ниточку очень классный мне очень дальше у нас идет страничка информативная и дальше вот уже из альпаки же опять же из этой альпака суперлайт это уже наверно в несколько нитей в две может быть и в три вот такой вот тоже идет как бы оригинальный такой кардиган это думаю что кардиган не свитер хотя могли бы конечно нам и дать подсказочку потому что ну это не дело да это это свитер свитер и с горловиной в виде вот такой косы я думаю что если вам понравилось на ютюбе можно найти такой такой обработку ну вот смотрите какой прикольный сзади рисунок такого я еще кстати не видела дальше опять же летучая мышь вязаная поперек мне не нравится но кому-то она идет и нравится и можете взять на заметку здесь и горловина тоже связана видите с узором и с платочной вязкой вот это все связано с капр дьем карты карпа дьем и мохер люкс я не знаю как вот это читается давайте посмотрим что такое карты карты или карп так карп 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 дьем это у нас такая вот толстенькая пряжа 90 метров наши на 50 грамм это обычный меринос с альпакой и вот пожалуйста вам дальше мужчины такая классика с такими узорами очень знаете бросается в глаза переход вот этих вот петель очень бросается в глаза особенно вот сейчас на видео ну как-то блин и знаете чего и чего я не понимаю вот вы столько времени потратили на этот свитер да он такой достаточно ну сложный в плане этих переплетений там туда-сюда неужели нельзя было потратить время на горловину вот почему нельзя делать тоже ложную кетлевку я вам говорю как ленивый человек которому блин даже ну ну честно я бы сделала бы гораздо симпатичный очень такой ну нормально свитер в общем-то можно а мужчинам вносить такой да и мой наверное носил бы смею надеяться это у нас мерино 120 потом посмотрим что такое в общем я поменяла немножко дислокацию очень устали руки ноги и все остальное здесь у нас идет более симпатичный кардиган опять же я вижу то ли это в общем давайте все сначала классный мне нравится даже те карманы которые вот внутренне как они называются и тут я подумала что здесь какая-то ошибка что скорее всего здесь вяжется по кругу и в районе проем счета не вязали вязали бы у них раз другая плотность а нет это два разных узора здесь я так понимаю английская резинка до можно этом она или какая а здесь уже другая резинка обычная и мне очень нравится и цвет и сам вообще сам свитер я бы наверное не делала бы вот этого перехода потому что ну не говорю с первого взгляда показалось что это как бы плотность загуляла и возможно ну я не вижу здесь как сказать логики да зачем мне кажется если бы это все было сплошным скорее всего больше мне нравится вот эта резинка она наверное это обычная резинка да не со спущенными петлями но вот она смотрится гораздо симпатичнее чем вот это это как-то больше теряется вообще кардиган очень классный надо будет даже себе такой сказать хотя у меня такого плана есть но без карманов в общем надо наверное сможет связать такой итак давайте посмотрим что у нас такое милина 120 но это милина 120 метров на 50 грамм обычный стопроцентный милина супер вош давайте посмотрим милина плюс это у нас потолще немножко 90 метров 50 граммах тоже стопроцентный милинос но уже не супер вошь не давайте сразу посмотрим милина 70 это милина экстра файн супер воши два процента полиэстера и в 70 граммов 50 метров в 70 метров простите 50 грамм и так кардиган прикольный он очень простой да правда же но мне нравится и пуговицы и вот эти карманы которые внутренние но не внутренние поправьте меня дальше переходим к следующей модели это модель такого свитера который вообще никакущий вот мне он вообще никакущий мне не нравится опять же горловина может я придираюсь но она реально какая-то вот стоячие что не хотели этим сказать она и не круглая и не стоячие не лодочка и в общем какая-то фигня здесь тоже они хотели сделать в обтяжку не получилось широкий тоже непонятно вроде не широкий рукава какие-то куценькие узенькие для этого свитера я бы его я не знаю уже сделали бы тут ту же наволочку которая была вот на первой странице где она там на второй какой-то до страницы типа вот этого свитера да уже бы это смотрелось лучше несмотря даже на вот эти обычные простые узоры узоры тоже эти я бы не стала вязать ну точнее не стала бы брать на вообще бы этот свитер не стала вывязать это у нас пряжа малу light следующий кардиган уже поинтереснее тоже из малу light вот это такой кардиган длинный теплый классический симпатичный мне нравится и узоры как сочетаются здесь все я бы здесь эту пуговицу бы я бы скорее всего не носила я бы его за закрытый да на пуговице либо сделала бы его пошире потому что тогда если я закрою на пуговице он будет мне стеснять движение ну посняла бы эту пуговицу и так бы как бы был бы он не такой на самовыгуле такой знаете а так зачем она затягнула эту пуговицу непонятно а так в принципе в целом симпатичный кардиган мне нравится посреди какие леггинсы у нее симпатичные тоже ботинки опять же мои любимые ну вот они вот красавцы на следующей странице у нас суре альпака мы уже знаем что только суре альпака вот такой вот интересный на я туника ну вот смотрите она своеобразным вырезом широкенькая такая достаточно рукава вот как на тех же наволочках такие здесь получается линия вот это да как она господи линия пройма она достаточно низкая и за счет этого рукава таки часто как будто короткие но в целом они должны быть по идее должны быть нормальные ну посмотрим а может быть это так специально задумано было чтобы было видно водолазочку здесь вот я смотрю на леггинсы каких-то да и типа аля платят у них а ну принципе так вроде ничего кто такой стиль любит да то в принципе можно я бы наверное тоже такую носила бы но не знаю буду ли я специально для этого вязать но прикольно ботфорт и все целом смотрится симпатично дальше останавливаться не будем на этом свитере он очень очень прост даже девочка сгрустнула это вот для новичков сейчас посмотрим как она у нас вяжется номер 43 и так и так и так видите 43 еще есть 50 мы с вами только на 40 на 43 да здесь здесь окат рукава есть есть вырез для проем ну то есть как бы да здесь они хотели сказать что это не просто свитер квадратом а вот еще даже немножечко они постарались вот ну опять же тоже мои видите хочу обратить ваше внимание что вот на этом свитере мне например не нравится да как обработана горловина но это не из-за того что они там на на плохо обработали это из-за того что такая пряжа но здесь опять вот на этом на этой туники это смотрится в целом неплохо сам само полотно ну собственно здесь да но вот сюда бы наверное что-то бы я не знаю заменить бы какой-то более такую гладкую ниточку может быть такого же цвета может контрастного в общем это только мое мнение которое может даже с вами не совпасть следующая у нас идет оля шарф почему оля шарф только вот с такой дыркой сейчас вам покажу как он выглядит на девушке и здесь он так я понимаю здесь зауженный потом идет расширение такое да и принципе почему нет в офис куда-нибудь очень даже симпатично можно его и так и сяк завязать вот так что можете вязать это из суре альпака далее идет кардиган что-то похожее на то что мы с вами уже видели но немножко другие узоры и смолу light опять же опять же эти ботинки классные мне нравится как они обыграли вот обыграли ты апгрейдили таким вот поясом из ткани наверное да вот можно какой-нибудь кожаный наверно широкий какой-нибудь придумать пояс посмотреть вот такая шапка у них тоже из малу light и в целом в целом все смотрится классно мне нравится да это не рекламируют эту шапчулю мы такое да с вами наверное и любим следующий кардиган связан из пряжи под названием мирина 70 мы с вами же видели даже что такое мире на 70 тоже не понимаю для чего эти сотые вставлены на талии для того чтобы ее вширь увеличить ну такое себе в целом мне нравится вообще-то нет как мир нос классно конечно в резинке просто потрясающе вот мужичку наверное это бы пошло вот показали бы они полностью как он на нем сидит мы бы все порадовались опять же длина такая странная для меня лично я бы наверное не знаю не знаю чтобы это сделала я бы наверно его просто делала просто резинкой либо если что там сюда какой-то пустила не было бы логики нужен по фигуре было бы это более гармонично но так в принципе не знаю также он гораздо симпатичнее смотрится аккуратнее правда вот соты меня кстати узоры тут очень нравится но опять же его надо куда-то пытаться применять так чтобы это не мешало фигуре нашей красивой делаю делала ее более стройной здесь пончо тоже ну знаете это такое вот пончо которая устарела на мой взгляд и зачем тоже непонятно но видите все кстати мода старинная возвращается возможно это пончо я буду вязать через там полгода и да и буду спокойно говорить о том что это тренд хотя вообще не супер трендовый чувак который носит модные вещи там супер модные так отступление релилическое значит вот этот кардиган просто потрясающе посмотрите какой он длины посмотрите какой он ширины посмотрите какой он красиво изумрудного цвета эти елочки это у нас мерино 120 мохером люкс то есть две пряжи соединены потрясающий кардиган вот берите на заметку тоже нет здесь конечно детали как вот он спереди смотрится как вообще на ней смотрится когда она стоит целом неплохо так дальше мы уже практически заканчиваем тут у нас идет суре альпака шарф обыкновенный с бахромой вот я так понимаю что здесь несколько это не секционная пряжа это несколько пряжи там обычный лицевой гладью здесь обычный какой-то а здесь еще поперек он связан насколько я понимаю кстати сколько петель сколько петель на набрать очень посмотрим 51 это прям прям интересно прям вообще все 151 наберите сейчас сколько тут 220 петель набрать так потом это по-немецки мы не читаю ну да наберите 120 петель прикиньте 220 не так уж и много но кажется как будто тут прям кух а может 220 220 а потом соединяется то все короче смотрите это просто шикарный шарф в целом да видите здесь и сам образ он очень гармонирует с этим шарфом то есть точнее шарф с этим образом гармонирует да вот я блин если надену ему куда-нибудь там на свою классическую не знаю хотя хотя почему нет смотря как его намотать так фух давайте уже это ускоряться что-то прям долго здесь обычные нет он необычный необычный простите здесь у нас как бы два в одном здесь у нас ветерок плавно переходящий в платье которая вяжется с другой другого цвета не знаю что и сказать не знаю вот это вот штукенция на причинном месте меня смущает честно вам признаюсь если бы возможно она была бы шире да вот как будто бы она шла бы отсюда как будто бы вы платье свитер надели на платье то да а здесь ну явный кусок этот как будто вот ну вот он лишь ну вот лишний сделала бы как обычный свитер только с разрезами делала бы резинку и оттуда как будто бы у меня там другое платье идет платье возможно было бы у меня с другого вот этот под юбник по юбка возможно я связала бы даже какой-то простой или резинкой что-то вот простым узором не знаю мне так почему-то видится горловина тоже видите такая это я бы ее сделала выше немножко такая вроде ничего аккуратненько связано но хотелось бы ее как-то улучшить так здесь у нас помните два свитера которые на обложке у которого 1 потому что это один свитер опять же я забываю все время может это один свитер классика бить и соты эти прекрасные но здесь они хотя бы не поперек понимаете вашего живота просто вдоль идут вытягивают силуэт насколько мне видится в общем не знаю что сказать поэтому свитер он какой-то такой вот странный длинные обычные классические наверное имеет место быть дальше вот такой кардиган из крис что за пряжа сейчас посмотрим с вами меланжевая интересный такой кардиган у него видите укороченная я пытаюсь менять дислокацию во время просмотра извините так у него здесь укороченная планка так задумано как раз на месте вашего как говорится мать как это гульфика гульфик вот не знаю как он смотрится но вот он смотрите видите она тут немножко это нет мне не нравится тут вроде бы как когда она стоит передам да вроде как будто бы и ничего но вот здесь что-то как будто бы вот не хватило пряжи что ли для меня это кажется не очень интересным симпатичным ну возможно это все как говорится кому-то подойдет и будет даже очень стильно смотреться но мне кажется что учета вот тут не доиграли хотя задумка да прикольно типа аля так укоротили планку так ну и тут шарф видите связанность какой-то такой вот интересного узора другой взор кстати очень часто встречается в интернете давайте посмотрим с вами пряжу крис потому что крис мы еще с вами не видели или видели это у нас шерсть экстра файн мирин экстра файн полиамид и эластан видели видели мы уже прошу прощения вот такой меланж ну вот же этот шарф и дальше идет свитер прикольный такой сетка что ли или это просто такой такая вязка с толстыми спицами до который дает такое вот между да нет нет это наверное сетка на лицевая и лицевая и накид наверное да такая вот резинка лицевая накидли но прикольный мне мне он кстати нравится свитер этот может быть я бы сделать для себя хотя если бы я носила под какой-нибудь под низ какой-нибудь водолазку или футболку туда на нас нормально было бы горловина я хотел сказать что для себя бы я сделала выше но принципе хорошо так дальше такой легкий свитерочек опять же с узорчиками для мужчин с горловиной опять какая-то беда ну я я не знаю я придираюсь наверное ребят ну я просто не понимаю что это такое там вот у него такое это горловина как бы высок и с высоким гордом да это горловина какая но в общем решайте сами пряжи это аймара посмотрим сейчас стоит из-за пряжи и посмотрите у нас симпатичный какой кардиган вот этот вот прикольный кардиган с интересным узором мне кося я уже видела но такое вообще классный такой широкий вроде на кардиган это ли свитер вот что-то мне кажется что свитер был бы кардиган она бы повернута была к нам лицом ну даже если это свитер тоже ничего давайте мы аймару посмотрим похоже потому что нужно в принципе завершать аймара это у нас альпака шерсть вискоза 135 метров на 50 грамм и вот еще такой свитер я просто ничего не буду говорить сами смотрите ну он по моему широкий с длинными рукавами но опять же ба-ба-ба-бам ну чтобы вы сделали с горловиной скажите мне ладно вот этот свитер уже более интересный мужчине тоже мне нравится симпатичные ромбы вот такой короче свитер классно рукава мне нравится даже горловина я наверное думаю что принципе более на менее нормальная ну и все друзья следующая страница у нас идет с описанием пряжи дальше идут описание моделей еще у нас вот такая есть модель свитера посмотрите какой прикольный узор но наверное может быть не на меланжевый пряжи было бы хорошо смотрелось бы хорошо да ну на это тоже все-таки неплохо мне нравится но я повторюсь во-первых никогда не возьму наверное никогда не говори никогда я не возьму пряжу ближайшее время секционную секционный мохер вот все друзья мои на этом как бы все закончилось да и так уж было очень длинное видео я очень рада что мы с вами посмотрели обсудили модели и обязательно пишите мне что вы думаете по поводу моделей которые вы увидели может быть вы увидели для себя какие-то картинки для вдохновения какие-то модели для вдохновения что то будете может быть связать обязательно мне об этом пишите в комментарии мне это очень важно и пожалуйста не теряйте меня я постараюсь скоро быть не обещаю ничего но в общем то у меня есть и пряжу которую я хотела бы вам показать новую и модели тоже есть новые ну в общем все это надо сам собрать в кучу и и уже и собрать себя в кучу и снять вам видео и так все на сегодня я с вами прощаюсь спасибо вам огромное что вы посмотрели это видео и не отписывайтесь скоро увидимся пока пока